В эфире сфера интереса в студии Наталья Федорова. Здравствуйте! Сегодня будем считать деньги и удивляться ценам. Чем вот этот период запомнится жителям практически всех континентов, так это удивительно тотальным снижением цен на все. А вот нам с вами наоборот. Рост стоимости всего, что только может потреблять среднестатистический украинец, поражает отсутствием логики и экономического смысла. В условиях, когда этот доставший всех баррель дешевеет и доллар медленно съезжает вниз, как-то мы идем параллельно развитию человечества. И в обратную сторону главное. Ну вот смотрите. Киев нехотя, но все же отдает потихоньку часть прав по взиманию налогов на местах, так сказать, децентрализация. И местная власть начала поиски источников наполнения бюджета территории. Депутатам городского совета предложили пересмотреть нормативную денежную оценку земель города. Проект решения уже есть. Квадратный метр городской земли оценивают в без малого 300 гривен. Чиновники сетуют на то, что цена не пересматривалась с 2008 года. И уже пора. Пора все индексировать и переоценивать. Только вот как это соотнести с тотальным упадком бизнеса и потребительского спроса? Нормативная оценка городских земель выполнена по договору между Горсоветом и Научно-исследовательским институтом Днепромисто. Инициаторы повышения стоимости земли, бюджетные траты, направленные на это мероприятие, предлагают компенсировать за счет увеличения поступлений от платы за землю. С бюджета потратили деньги. И еще разок уже тарифный отбор. Стандартный украинский отжим. То, что тарифы на все энергоресурсы для нас подняли до небес, мы уже в курсе. Читаем правила оформления субсидий. А вот во Львове торжественно открыли новое газовое месторождение. Родной украинский голубой ресурс. О чем для народа? А вот по 7200 гривен. 325 долларов по свежему курсу. Почему так дорого, спросите вы? Там же себестоимость 50 зеленых со всеми затратами на бурение. А вот хочется так частным владельцам месторождения. Вопрос. Почему государственная компания «Нефтегаз» не разрабатывает отечественное месторождение? Почему недра раздается непонятно кому, впрочем, понятно кому? Почему мы с вами должны оплачивать все долги «Нафтогаза» за годы непрекращающегося дерибана углеводородов? Как там в Конституции? Недра, водные ресурсы и все, что в них находится, принадлежат народу. Пора детальнее выяснить, кто такой народ и опубликовать перечень его народа, фамилий. А теперь внимание! Госкомстат опубликовал данные по оснащению счетчиками газопотребителей на приготовление еды, в том числе в квартирах с газовыми плитами. В среднем по Украине уровень оборудования счетчиками 25%. В Киеве – 6,8%. В Харьковской области – 12%. В Запорожской – 19,3%. Расчеты для запорожца выглядят так. 228 624 семьи без газовых счетчиков. Это около 900 000 человек. Норма потребления – 6 кубических метров. Факт, доказанный сотнями независимых экспертов и аналитиков – до 3 кубометров на человека. Цена на газ – 7,2 гривны за кубометр. Производим несложную арифметическую операцию – получаем 233 280 000 гривен. Это вот та разница между нормами и фактическим потреблением. Почти четверть миллиона гривен хотят заработать на нас с вами те, кто стоит за газовыми монополиями. А теперь позвоните в Горгаз и узнайте цену на установку газового счетчика. И пытайтесь сохранить при этом спокойствие. Хотите вырваться из кошмара будней, уехать куда подальше? Сначала посчитайте цены на проезд. Укрзалезный СА-5 повышает стоимость билетов. Но что умиляет, эти люди подбадривают обалдевающий народ заявлениями, что в украинских поездах не будет спальных вагонов после введения длинного скоростного пассажирского сообщения. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Владимир Емельян. Это тренд развитых стран. Отказываться от антисанитарии и неудобства спальных вагонов, увеличивая скорость и комфорт. Возможно, останутся экзотические маршруты, как в свое время запускался из Европы в Азию Восточный экспресс, подчеркнул он. «Вместе с тем следует помнить, что стоимость билетов в действительно скоростных поездах – удовольствие не из дешевых», – добавил чиновник. «Мы-то не забываем. Нам-то и товарняк скоро будет не по карману. Ведь Укрзалезный СА повышает стоимость билетов на проезд в поездах ползучи постоянно. С 1 марта на 6%, с 1 апреля на 7%, с 1 мая на 6,5%. В целом цены на билеты вырастут на 21%. В прошлом году билеты на поезда тоже дорожали дважды – на 10% с 8 августа и с 1 октября. И это при том, что уже который месяц идут громкие уголовные дела о коррупции и злоупотреблениях в Укрзалезнице. А политики не устают докладывать на ток-шоу о суммах украденных денег в этой организации». Но что вызывает тревогу, так это рост цен на медикаменты и вообще весь спектр медицинских услуг. Степень тревоги в баллах, ежели бы такая шкала существовала, разная. Например, у народа уровень зашкаливает. Баллов 9 по условному Рихтеру. Ужас на лицах. У президента, например, 3 балла – тревожная озабоченность. Президент Петр Порошенко заявил, что медицина должна быть платной. Об этом он сказал на заседании Национального совета реформ, на котором рассматривались предложения Минздрава по реформированию отрасли. «Не хватает честного признания, что бесплатная медицина – это один из величайших мифов современности, которым украинские политики из года в год обманывают людей», – отметил Петр Порошенко. «Призвав избавиться от этого мифа, передает пресс-служба президент. Порошенко уверен, что бесплатную медицину верят до тех пор, пока не заболеют и не появится необходимость обращаться к врачам. Правда заключается в том, что за медицинские услуги кто-то должен платить, и государство само с этим не справится. Одним бюджетом всех не полечишь», – сказал Порошенко. И это правда. В Запорожье губернатор посетил 5-ю городскую больницу экстренной медпомощи. Вместе с руководителями облздрава госпожа Клименко выразила намерение сократить количество коек, мол, и так простаивают. В отделении нейрохирургии проходят лечение бойцы АТО, но и тут койки заправлены, а значит, по логике чиновников – лишние. «Условия, в которых находились ребята в палатах, были далеко не самыми лучшими. В то время как палаты инвалида Великой Отечественной войны и отремонтированные палаты двухместные были закрыты на замок, и ни один пациент там не находился». А может, все-таки дело в том, что у людей банально нет денег на лечение? Аптечные продажи в январе-марте 2015 года сократились в денежном выражении на 41,7% в сравнению с аналогичным периодом прошлого года – почти до 470 миллионов долларов, а вот в натуральном выражении на 12,5% – до 226 миллионов упаковок. Это данные агентства «Интерфакс Украина». Средневзвешенная цена товара в аптечной рознице по итогам трех месяцев составила 1,5 доллара, что почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Для украинцев лекарственные препараты становятся роскошью. Во Львове уже закончилась проверка аптечных сетей антимонопольным комитетом. Комитет, мягко говоря, в растерянности. В результате проведенного исследования стоимости лекарственных препаратов и наценки на них «Мы обнаружили признаки вероятного сговора импортеров, которые завозят лекарства в Украину. Согласно полученной информации, мы увидели, что некоторые лекарства имеют реальную торговую наценку в 600%, сказал председатель Львовского областного территориального отделения антимонопольного комитета Андрей Басараба. Никто не взят за шкирки. Импортерам дана рекомендация привести цены до экономически обоснованных показателей. Что в Запорожье? Город не занимается этим вопросом. Областные власти начинают интересоваться. Главное нам с вами дожить до каких-то результатов этого бюрократического любопытства. Сегодня у нас в гостях Наталья Завгородняя, доктор медицинских наук, депутат городского совета, руководитель клиники «Визус». Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, президент на днях заявил, что ситуация в медицине – это угроза национальной безопасности. Не поздно ли он это заметил? Слава Богу, что заметил. Потому что на самом деле ситуация в медицине действительно катастрофическая для населения, для медицинских работников, для врачей. То же самое. Ведь нет ни одного человека вообще, в зависимости от профессии, которые были бы удовлетворены сегодня состоянием медицинской отрасли. В том числе и фармацевтической отрасли. Сейчас все больше мы видим, какие проблемы с ценами на лекарства, вообще с их наличием даже в аптеках. Поэтому, конечно, как бы мы уже давно, наверное, пару лет кричим о том, что это угроза национальной безопасности. Ну, радует, что президент сегодня на это обращает внимание. Потому что хотелось бы, конечно, раньше, но хотя бы и так. Он еще сказал интересную фразу такую, что медицина должна быть платной. И бесплатная медицина – это миф, которым очень долго кормят наши населения. Но вот он сказал, а, вроде бы все это уже понимают, а не сказал, б. Вот какие реформы должны быть? Ну, знаете как, я бы не согласилась с мнением, что медицина должна быть платной. Я больше согласна с тем, что бесплатной медицины не бывает. Вопрос в том, кто платит за медицинскую помощь. На сегодняшний день надо четко понимать, ну вот я, к сожалению, была в Минздраве на днях, была очень разочарована тем, что нет никакого общего понимания. Каждый, как бы, правая рука не знает, что делает левая, и наоборот, левая не знает, что делает правая. И обе не знают, что думает голова, к сожалению. Потому что режим очень такой закрытости, наверное, аппаратом министерства и реформаторов, они как бы приводят к тому, что сотрудники Минздрава не знают четких целей и задач, как и мы, собственно говоря, на сегодняшний день. Мы, честно сказать, несколько разочарованы действиями нашего министра, поскольку хотелось бы более таких четких шагов для реформирования. Сегодня реформирования никакого нет, только одни декларации и заявления. Как вот мужчина, ну делайте же что-нибудь, хочется сказать нашему министру. Но все-таки мы не теряем надежды, что все будет сделано правильно. К сожалению, я не могу порадовать ни наших докторов, ни сама не радуюсь, ни наших пациентов, что будет правильное решение. То есть изменение статуса больницы. Знаете, много раз я об этом говорила, что больница в статусе коммунальной установы – это пародия, это просто как бы дергание за ниточки главным врачей, управление коллективом, администрациями, областными, городскими, любыми другими. Естественно, что бесплатной медицины нет. Вопрос в том, что государство должно заплатить за тех, кто не может заплатить за себя. Это наши пенсионеры, это дети, беременные. Ну, как бы государство обязано обеспечить какой-то минимум медицинской помощи. Сегодня же медицина тоже разная, да, даже вот в нашей отрасли. Можно, больной может получить минимум и в то же время получить помощь, ну, например, катаракта, да, можно прооперировать с обычным отечественным хрусталиком и тоже вернуть зрение. А кто-то хочет себе какой-то там супер-пупер-мультифакальный хрусталик. Ну, пожалуйста, вот это вот должно оплачиваться с кармана пациента. Но нет четких понятий ни, что такое гарантированная медицинская помощь, что государство вообще отказывается нас лечить или как. То есть государство должно взять на себя какой-то объем гарантированной медицинской помощи, обеспечить оплату этой гарантированной медицинской помощи лечебным учреждениям через страховые компании, через какие-то другие, через покупку услуг бюджетами городскими или областными. То есть есть масса финансовых механизмов, которые используются во всем мире. Ведь самое главное, что человек не должен платить за медицинскую помощь в тот момент, когда он в ней остро нуждается. Вот это вот самое главное, что должно государство обеспечить. А вот на местном уровне можно как-то изменить, сгладить эту ситуацию? Тут на днях, кстати... Вы понимаете, почему сегодня критика Миндрова существует? Да, но где-то, наверное, я понимаю, почему так все затягивается. Потому что, смотрите, как заставить местные советы изменить статус? Вот в принципе не надо изменений в Конституцию. Можно проголосовать, мы с вами на прошлой передаче говорили, что всего лишь решение двух сессий горсовета достаточно, чтобы изменить статус и перейти на покупку услуг. Но это же не обязанности. То есть это горсоветы, должны мэры городов, начальники, руководители обладминистрации должны это сделать сами. Они этого делать не хотят. И вот что должно сделать министерство? Ну, может быть, на мой взгляд, достаточно было бы распоряжения Кабмина. Может быть. Но, наверное, с тем, чтобы уже глобально строить, готовятся какие-то законы. Вот министр сказал, что Верховная Рада должна принять семь законов, которые в корне изменят подход. То есть нужно заставить эти органы местного самоуправления выполнять закон. Потому что они могут это сделать, но не хотят. И заставить их как-то, кроме как принятием законов, невозможно. Почему они? Ну, наверное, такие руководители на местах. Это же не только у нас в Запорожье. Ну, сколько мы говорим, смотрите, закон о государственном частном партнерстве. Недавно мы на комиссии рассуждали, какой вопрос депутаты не задают. Нам говорят, это закон Украины. Я спрашиваю, так а есть закон Украины о государственном частном партнерстве. Чего вы его не выполняете? Ну, то есть вопрос в том, что я боюсь, что даже принятие этих законов не обяжет наши местные органы самоврядувания, как говорится, их выполнять. Ведь проблема же не в том, что у нас плохие законы, а в том, что они не выполняются повсеместно. Если бы они еще и читали их, да, и разбирались. И поэтому, скорее всего, что, ну, как-то перекосы в частную медицину мне не очень, как бы, нравится. Потому что, ну, знаете как, мы все выходцы из государственного здравоохранения. Вот наше поколение врачей, да, мы, даже вот я имея, там, мы имеем частную клинику свою, но я все равно понимаю, что нельзя бросать государственное здравоохранение. Оно должно тоже развиваться. Люди, которые не могут платить за свое лечение, они в нем нуждаются точно так же, как и те, кто могут. Ну, я хочу сказать, что у нас уже есть частная медицина. И частная медицина выгодна, чтобы люди были больными, вот прямо скажем. То есть частная клиника заинтересована в больном человеке. А почему только частная клиника? Вы думаете, только частная клиника, а в государственных больницах что? Сейчас идет борьба за пациента. Это все только так кажется. На самом деле, посмотрите, наши сегодняшние государственные структуры, это конгломерат частных структур. Которые, используя средства, то есть базу лечебных учреждений. А зачем? Не надо платить аренду, не надо платить коммунальные услуги, не надо платить заработные платы. Можно тихонечко открыть аптеку, поставить. Это тоже, понимаете, о чем я говорю? Это тоже неплохо, потому что это позволило выжить лечебным учреждениям в сложный период. Нет, я говорю о самой схеме, что когда обращаешься в частную, это превращается зачастую в поход по всем специалистам. Один направляет, то есть стадия выяснения диагноза, она выливается в тысячи в тысячи гривен. Ну а в государственных учреждениях разве не так? Просто частные клиники стремятся к выполнению протоколов, потому что их за это больше ругают, чем государственные лечебные учреждения. Поэтому, если положено, вот что мы говорим, все медики говорим, от Миндрава нам что сегодня нужно? Нам нужна протокольная система, чтобы мы знали, что делать четко, и врача не посадили, если он этого не сделал или сделал что-то не так. Нам нужен механизм расчета услуги медицинской, чтобы нам дали и сказали, вот каждая услуга должна быть рассчитана так-то и так-то. И нам нужно перейти от бюджета содержания к бюджету покупки услуг. Я же говорю, это могут быть различные механизмы. Дай Бог, чтобы вот то, что хотят изменить статус лечебных учреждений, чтобы это пошло на пользу и было сделано правильно. Потому что, ну, к сожалению, перекосов очень много. Вот, например, я вам приведу пример, перейдем к аптечному бизнесу. Да, вы помните, сколько было высказываний в Фейсбуке и кругом, когда был принят якобы закон о внесении изменений в налоговый кодекс и снятие налога на импорт лекарственных препаратов. Да, все радовались. И НДС снятие. Все радовались, оказывается, ничему не радовались. Это не касается нас как жителей, как пациентов, как людей, которые ходят в аптеки. Это не касается аптечных сетей, это касается только государственных закупок, которые на сегодняшний день отданы иностранным компаниям, которые будут завозить эти препараты. Но вот каждого гражданина, понимаете, вот опять же сегодня реформа здравоохранения, опять что меня настораживает. Опять мы возвращаемся к первичному звену. Скажите мне, кого волнует наше первичное звено, что у нас плохие поликлиники были. У нас основная нагрузка на пациента ложится тогда, когда он нуждается в высокоспециализированной помощи, когда больного нужно оперировать, либо проводить какое-то высокоспециализированное лечение. Ну извините, это же позор, что у нас в стране не делается пересадка костного мозга, что мы все время, люди вынуждены, не дай бог, ребенок заболел, люди вынуждены собирать всем миром для того, чтобы поехать в другую страну. Ну это что такое? То есть вот эта проблема, когда человек ложится, заболевает, ложится в стационар, а его нечем лечить. Когда он ломает ногу, ему нужно поставить аппарат или Зарова, или спицы, а его нет в бюджете, понимаете? Вот это вот проблема. Поэтому реформирование нужно начинать с третичного звена, с оказания высокоспециализированной помощи. А вот, кстати, по-прежнему, я не понимаю, объясните, в пятой больнице недавно была, мы показывали экскурсию наших чиновников областных, они опять говорят о сокращении коек. Вот приходит каждый новый начальник, он начинает сокращать коек. Это, ну как будто в этом весь корень зла в коеке. Ну, на самом деле, корень зла не в количестве коек, а в принципах финансирования. Ну, честно говоря, мне было удивительно, ну, как бы весь коллектив пятой больницы так удивился. Я понимаю, что у нас, как бы, после революции достоинства поломаны все стереотипы, да, но признаки, ну, принципы приличия должны хотя бы оставаться. Ну, как бы, мне странно, что губернатор с начальником управления поехали в больницу городского подчинения, а не областного, ну, как бы с этого кажется. Ну, это дело губернатора. Но странно то, что, например, они не знают о том, что есть постановление кабинета министров, запрещающее выделять средства на ремонты, поскольку, ну, прозвучало, что вот нуждается отделение в ремонтах. Во всех больницах нуждаются отделения в ремонтах. Ну, а самая интересная вот фраза, что у нас так много лишних коек, так все об этом говорят, что коек много лишних. Но дело в том, что сегодня к количеству коек привязано финансирование лечебного учреждения, штатное расписание и все. То есть для того, чтобы изменить количество коек, их надо изменять. Кстати, если вы помните, мы об этом кричали, много говорили, много было переписки медиков в Фейсбук, у нас сегодня это как дополнительное средство массовой информации, да, о том, что когда было принято решение восстанавливать наш госпиталь, все же медики кричали, что вы делаете, если у нас койки не заполнены в многопрофильных больницах, вы делите там отделение одно, сколько там коек, 60 или 100 коек в госпитале, так извините, в этом госпитале невозможно оказание высококвалифицированной помощи раненым. Сегодня все равно мы приходим к тому, что мы кладем раненых бойцов наших в наши стационары, а там отмыто очень большое количество денег, у нас там и Вакарчук, и жена президента, если вы понимаете, вот просто даже, я не знаю, ни одного доктора или медицинского работника, который бы сказал, что да, этот госпиталь нужен, это просто вот пиар-акция, и параллельно еще плюс зарабатывание на этом, понимаете. Мы сегодня говорим, давайте сделаем коммунальные предприятия, давайте не будем трогать лечебные учреждения, давайте сделаем пилотные проекты какие-то, покажем возможности, изучим эту сферу. Но это никому не надо, у нас сегодня власть привыкла так, спустили распоряжение сверху, выполнили, не спустили, не выполнили. А по поводу ремонта, вот смотрите, в течение полутора лет, как действует это, вот в пятой больнице отремонтировали отделение травматологии, это все благодаря заводу Моторсич. Потому что, ну как губернатор может говорить, что не отремонтировано отделение, если запрещено кабинет администра выделять средства на ремонты. Так вместо того, чтобы сказать спасибо, что вы как-то делаете, сегодня бойцы АТО, они же лечатся, ведь на них же нет никакого финансирования дополнительно. Это все, что и пятая, и областная, и девятая больница, где они лечатся. Это только волонтеры, плюс администрация просит заводы помогать, все, и никого это не волнует. Так в первую очередь вас должно волновать, что вы сделали для того, чтобы бойцы получали лечение, чтобы жители получали адекватную помощь. Наталья, я так хочу, чтобы к вам прислушались и вас услышали, потому что действительно пугает, что очередное заявление очередного президента о том, что пора переходить на тотально платную медицину, просто таки добьет, добьет украинское население, и все. Хотя вот есть же нормальные, реальные способы и модели создания нормальной, качественной медицинской отрасли. Ну, вы знаете, я очень много бываю за рубежом, и знаете что, мне кажется, нужно запретить, вот законодательно запретить всем чиновникам лечиться в других местах, кроме как в своих подопечных больницах. Ну, я давно говорю, Дали, как вы делаете эту фиосканию? Вот это вы сразу же, помните, опять мы возвращаемся, вот мы же проводили соцопрос, где спрашивали у жителей города, платите ли вы за что-то при обращении в больницу. Ну, многие говорят, что платим за медикаменты, там, за расходники, там, врачу благодарность, все никуда, давайте будем справедливы. Абсолютно, да, все оплачиваем. Там, благотворительные фонды, страховые компании. Единственная категория, которая никуда не платит, это руководители крупных бюджетных предприятий или администраций, ну, то есть бюджетной сферы. Вот, пожалуйста, все этим сказано. Ну, они, между прочим, и лечатся уже давно за рубежом, и наши все руководители первого государства. Вот если бы обязать Порошенко лечиться не за рубежом, да, даже не в Феофане, а в районах поликлиники, где так в Жмелинке. Так, а давайте будем исходить из руководителей нашего города, района, области. Вот как, что делает обычный человек, если он заболевает? Вызывает скорую помощь. Что делает чиновник? А что он делает? Звонит главному врачу. Вот и все. Или же что делает обычный человек? Идет в поликлинику. А что делает чиновник? Звонит главному врачу. Понимаете, вот разница. Пройдя в круги ада через поликлинику и всего остального, но они же не понимают. Это вот как говорят, вот что там видит Яценюк из окна своего Мерседеса. Точно так же, это же все на определенном уровне. Нужно создать для всех равные условия жизни. Тогда все будет, тогда они быстрее, люди, которые делены властью, быстрее будут что-то понимать и что-то делать. Но это же невозможно. Для этого нужно эту систему полностью отодвинуть. Да, вы знаете, последняя поездка моя в Миндрав, я вообще давно говорила, что систему невозможно изменить, потому что любая построенная система, ну, в философском, в таком смысле, она имеет инстинкт самосохранения. Это очень стабильные системы, политические системы, экономические системы, они, как правило, очень стабильные. И изменять, вот если мы сегодня поднимем все постановления, законы, это невозможно. Проще создать новое. Вот я всегда привожу пример. Смотрите, раньше у нас были римбеттехники, да? Да. А сейчас у нас кругом сервисные центры. Но римбеттехники же никто не закрывал. Просто создали лучше, качественнее, и римбеттехники сами по себе закрылись. Потому что система сервисных центров по обслуживанию, там, как чего-то, она более правильная. Поэтому здесь только, ну, как бы, системы отмирают только в конкуренции с более сильной, более правильной системой. Ну, это уже, наверное, философия. Сегодня все уже устали от философии. Спасибо большое за интересное интервью. Пожалуйста. Вот еще раз пожелаю, чтобы вас услышали. И причем немедленно, потому что ждать уже, ну, ждать уже нечего. К сожалению, я уже разуверилась в этом. Потому что я четыре года кричу, 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 кричу. Ну, все послушали, ну, хорошо, ну, хорошо. Вот, кстати, хотелось бы еще поднять. Вот мы сегодня говорим, что у нас все поменялось. А вот как у нас назначаются начальники управления, главные врачи? Как? Как? Все так же. Кулуарно, подковерно. По родственным связям, по каким-то знакомствам. Все так же. Ничего не поменялось. И вот это... А вы хотите, чтобы медики менялись? Ну, мы же не слепые, мы же все видим. Беда. Ну, пришло время вытаскивать беруши из ушей, скажем так. Наверное. И слышать, да, потому что все-таки пророк в своем Отечестве есть. Они есть, их просто нужно услышать. Спасибо.